опа что это такое и здесь и здесь и здесь ну все пропал мой перец возможно кто-то именно так среагировал увидев это у своей рассады перца снизу листа первое что приходит в голову это тля но это не насекомое если потрогать это пальцами то можно почувствовать какие-то пупырышки тля в таком случае начинает убегать или сваливается с листа но это какие-то белые бугорки внешне похожие на кристаллы соли тут же приходит следующая ужасная мысль вирус или еще какая-нибудь гадость но я хочу вас успокоить это не атака насекомых и не заболевание перца это оедема а она не так страшно хоть и выглядит устрашающе это только маленькие белые наросты снизу листа перца на развитие оедемы у перцев влияет множество факторов оедема как правило это последствия чрезмерного полива растения и высокой влажности воздуха когда почва теплая и сильно увлажненная то корни доставляют в листья большое количество воды но при определенных условиях она не успевает проходить через листья испаряться какие это условия это высокая влажность воздуха низкая интенсивность света прохладный воздух и плохая его вентиляция оедема перца не смертельна для растения и она не заразна для других растений но симптомы оедемы делают растения перца менее привлекательным как можно предотвратить появление оедемы во-первых следует меньше поливать если стоит пасмурная погода чаще всего оедема появляется у рассады перца в пасмурную погоду или при искусственном освещении второй совет поливать растения утром чтобы за день лишняя влага испарилась таким образом ночная низкая температура воздуха не сильно увеличит влажность воздуха используйте для выращивания перца легкую почвенную смесь чтобы вода не застаивалась в ней увеличите расстояние между растениями для улучшения циркуляции воздуха и тем самым снижение его влажности увеличьте интенсивность или продолжительность освещения а также увеличьте температуру воздуха чтобы увеличить потерю воды листьями не забывайте сливать лишнюю воду с поддонов через 30 минут после полива если вы выращиваете перец в горшках пока друзья